Грязинская трасса. Машина двигается в сторону Липецка. Водитель замечает сзади погоню. Берет вправо. ГИБДД догоняет ВАЗ-2112. Одно ловкое движение рулем и патрульная машина улетает с дороги. В общем, объезжал кочку и выходил на обгон полицейской машины и я ударил ее. 25-летний Алексей Хромов со вчерашнего дня сидит за решеткой. Уверяет, ничего плохого не хотел. Просто неудачный маневр. Автоинспекторов вообще не заметил. Если бы мы за ним несколько метров ехали, мог бы он нас не заметить. Но когда человек откровенно скрывался несколько километров от нас. Вот съемка из машины ГИБДД. Патруль попытался остановить Хромова еще в грязях. Он привлек внимание инспекторов неуверенной ездой. Тот пытается скрыться, выехал на трассу, убрал помеху с дороги, поехал дальше. Я даже не увидел, как он машину и исчезал с дороги. Уехал? Потом уехал. Ну, потому что я машину-то не видел. Спустя полтора часа после аварии ВАЗ-2112 был найден в пригородном болоте. В машине были пьяный водитель и пассажиры. Вчера он себя вел немножко неадекватно. Вчера не получался у нас разговор. Можно так сказать. Нетрезвому водителю сильно повезло, что инспекторы живы и здоровы. Вот оно место аварии. Машина, ударившись об отбойник, остановилась в нескольких сантиметрах от глубокого обрыва. Товарищ офицер, просите меня за такой поступок, опрометчивый. Протрезвевший Алексей Хромов объясняет. Убегал, потому что забыл права дома, пил водку уже после аварии, а не до нее. И очень рад, что все живы. Его арестовали на 13 суток, оштрафовали на 30 тысяч и лишили прав на два года. Извинения здесь уже ни к чему. Маневром Алексея Хромова теперь займется еще и Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за покушение на жизнь сотрудников полиции. Майя Евглевская, Юрий Талдыкин, ТВК Новости.